Хей! Как дела? С вами снова Морская Свинья, и это Квинтэссенция Губительный Яд. Мы продолжаем играть, мы вернулись... домой. И что делать с нашей лошадью? Дэрон. Эй, там, парень! Дядя Дэрон. Уже вернулись из путешествия, а? А эта лошадь там, она твоя? А, да, моя. Коняшка выглядит довольно хорошо. Давай, пойдем позавтракаем и хорошо поболтаем, как старые времена. Конечно. Дэрон теперь в отряде. Что? У меня дядя Дэрон в отряде? Класс. Не думала, что такое будет. И путешествие закончилось очень необычно и неожиданно, потому что много кто умер из родных и близких нашим героям. Так что это все было не очень приятно. И они такие все очень грустные такие. И вообще все грустно так. И ревьё сейчас под действием наркотика или может быть нет уже? Так я особо и не поняла, потому что там таблетка типа раздвоилась, то есть разломалась. Значит уже не под действием наркотика. В общем, все запутано. Очень запутано, если честно. Там все вот эти вот квинтэссенции, наркотики какие-то новые. То есть все очень много всего. И при этом это все как бы интересно. Не то чтобы ты не понимаешь, что происходит и просто продолжаешь, потому что ты думаешь, ладно. А тут ты понимаешь, да, что вот Лунея хотела как лучше, но вот сделала как всегда. Но с её стороны было как-то глупо давать таблетку её отца, который, кстати, никогда не давал ничего хорошего ей и вообще кому-либо. Отец убил как бы мать с помощью вот этих таблеток. Она стала превращаться в кого-то, это тоже не очень хорошо было. То есть отец, он походу вообще, он всегда как-то только свою выгоду искал. Даже собственную семью подвергал опасности. Я не знаю, что это за отец такой. Ушасный человек. Гляньте, кто вернулся. О, так эта лошадь всё-таки твоя. Добро пожаловать назад, дорогой. О, спасибо. Ты сильно похудел с тех пор, как ушёл. Ты нашёл лекарство для Кэйры? Это... Давай, присаживайся и расскажи нам всё о путешествии. А даже не знаю, что он будет рассказывать. Рассказывать особо нечего. Лекарства никакого не нашли. Просто какие-то одни потери были. Понятно. Это плохо. Надеюсь, Кардиан и остальные найдут его. Кэйра не очень хорошо себя чувствует в последнее время. Послушай, я так и не смогла понять, чем же больна Кэйра? Она... Да, я в общем тоже не особо понимаю. Как же вы искали лекарство, если даже этого не знаете? А как Кардиан сказал нам, что именно искать? Да, поскорее бы они вернулись. Кэйра милая девочка. Мне больно видеть её такой. О-о-о. Что такое? За всеми этими разговорами я совсем забыла отнести Кэйре завтрак. А-а-а, ревьё. Хошь сходить к ней? Хошь, хошь. Я хошь. Она выглядела очень взволнованной с тех пор, как вы оба ушли. Ревьё, дорогой. Конечно. Я отнесу ей завтрак. Замечательно, приготовлю его в один момент. Эх, ревьё такое потерянное такое весело. Что? Да, конечно. Я отнесу. Эх, ребята. Знали бы вы, что он там пережил. Раз снова тебя видеть, пацан. В последние месяцы мой бизнес процветает. Это напомнило мне... Ты когда-либо торговал с городом Гурав? Город Гурав, а? Я был там несколько раз, но в последнее время он выглядит попустевшим. Угу, понятно. Угу, угу. Ох, так, ты выглядишь, будто путешествие было довольно тяжёлым. Раз уж ты вернулся, иди отдохни хорошенько, теперь ты дома. Да. Да, я дома. Ты сегодня ужасно тихий, Уиллис. Что? Ох, не обращай на него внимания. Я сказал, неважно. Что? Иногда я задаюсь вопросом, не получает ли... Что? Ладно. Хорошо, готово. А для меня... А я что буду кушать? Я был в таком путешествии, жёстком, что у меня сейчас нервный срыв тут. Эх, люди. Дэрон, чё ты тут делаешь? Сейчас у зуба нечего делать после того, как зашли посевы, говорю тебе. Просто хочу убедиться, что все дома подготовлены на зиму. Возможно, кстати, у нас и зима там начнётся в игре. У нас вроде как осень. Ну, по крайней мере, когда мы ехали, помните, да? Там опоздали листочки. И, кстати, у нас реально сейчас осень. Так что... Квинтесенция, видите, она... Очень чувствительна к погодным условиям. Я хочу пройти эту квинтесенцию до зимы. И начать что-нибудь новое. Большое такое же. Как квинтесенция. Губительный яд. Ну что ты боишься, ревью? Не бойся? Заходи. Заходь. Мелла? Ага. Почти. Почти угадала. Ревью. Ага, приветики. Я принёс твой завтрак. Спасибо. Я ждала... А я ждала Меллу. Они заставляли тебе компанию лишь, когда приносили еду? О, это не так. Они очень заботились обо мне, но я сказала им, что нет необходимости оставаться со мной всё время. У них и без меня забот хватает. Я не хочу быть такой обузой. Так ты просто лежала здесь целыми днями? Ну, они брали меня с собой на прогулки иногда. Ну, ты ведь знаешь, как это трудно с моими ногами. Лунея рассказала мне, что произошло с Сырайей. Я должен был тебя послушать. Что? Насчёт чего? Я должен был тщательнее обдумывать свои поступки. Но теперь ничего не изменишь. Но ты всё же смог снова увидеть её, так? Уверена, это заставило её чувствовать себя лучше. Ну, да, в этом тоже есть какой-то смысл. Ну, всё-таки... Я... Я не знаю, о чём теперь мне думать. О, а где Лунея? Она спала, когда её уходил. Понятно. Это путешествие для неё было тяжёлым. Ну, у неё тоже, кстати, там мать умерла, так что... Они оба, можно сказать, в похожем положении. Так вы останетесь здесь, пока не вернётся Алден? Да, нет ничего, что мы могли бы ещё сделать, кроме как ждать. Кстати, о ней. Думаю, надо сходить проверить, как она там. О, но ты... Не волнуйся за меня, я в порядке. Ладно, мы попозже зайдём навестить тебя. Береги себя. Конечно, передавай ей привет от меня. Лунея сказала, что может каким-то образом превращаться и в животных теперь. Это должно быть очень весело. О, у неё это ловко получается. Но я не знаю, как она так внезапно научилась этому. Она не рассказывала мне. Может, это одна из тех вещей, которых нельзя научить? А-а-а, потому что ей мать дала мешочек. С чем-то, кстати. До сих пор мы не знаем с чем, но после этого она сумела превращаться в птицу. Тут, кстати, ничего не появилось нового. Пяток. Может, это ворона и это луны, или нет? Ладно. Уже, похоже, полдень. Луна уже должна была проснуться, не так ли? Ну, не знаю. Иногда я летом спала вообще до... До 12. И знаете, вот такое чувство, как будто ты проспал целый день. И такой думаешь, а-а-а, что происходит? Господи. Мне же ещё видосы монтировать. Такой, знаете, в шоке. Встаёшь, вот так вскакиваешь, как... Похоже, она уже встала. Скорее всего, она пошла что-нибудь перекусить. Ну, сейчас, конечно, так уже не сделаешь. Сейчас уже учёба. Сейчас уже такой ты учёный тут кот. А тогда ты был ленивым... Мешочком. Ладно. Хватит мне говорить. Эй, а... Нет никого. Это не завтрак, нет? Это не мой завтрак. Ладно. Ты отнёс к еле завтрак, дорогой? Да, отнёс. Кстати, а Лусарайни заходила сегодня сюда этим утром? Ага, заходила, но потом ушла. Она просила передать, что отправилась за горы на восток отсюда. Понятно, спасибо. За горы. Это где вообще? Ну, за горы, господи. Какие за горы? Заборы. Это значит в лесу? Мэла сказала, что Луне отправилась в горы на восток, не сюда. На! Ну, хорошо, что хоть помог, а то я бы сейчас шла. Шла, шла. Как иногда вот в сером саду я путалась, куда идти. В Аданхаре такого вот не было. Не знаю, почему в Аданхаре я сразу как-то поняла, куда идти, что делать. А там почему-то не знаю, как-то... Такая... Эээ... Где я? Блин, не сюда. Тут я тоже путаюсь немного. Вот. Вот они, горы. Что ей там понадобилось, вообще непонятно. И реально, что теперь они будут делать? Ничего же, в общем-то, интересного их больше не ждет. Она должна быть где-то здесь. Возможно, она какое-то животное. Может быть, кто-нибудь объявится с давних знакомых. Возможно, и такое. А, вон она. Ворона сидит. Я ее сразу узнала. Я ее черные перья везде узнаю. Не может взлететь, что ли? Опять? Опять подпинывать надо. Пинком так под задницу. Все еще тренируешься, ха? Один раз я смогла оторваться от земли, но этого недостаточно. Это, возможно, самое полезное умение из тех, что у меня есть за последнее время. Поэтому над этим стоит поработать. В тот день, когда мы сбежали из Эрии, ты сказала, что полетела за мной, правильно? Если ты в тот первый раз смогла взлететь, почему у тебя проблемы с этим сейчас? Потому что там я была на утесе и была ветрена. Но мы и сейчас на утесе, и здесь также довольно ветрена. Хм. Но тогда она что-то взяла из мешочка. Я не знаю, поэтому перестань надоедать. Просто тогда было легче, учитывая обстоятельства. Учитывая обстоятельства? Так или иначе, у меня, возможно, получалось бы уже лучше, если бы ты не разбудил меня в такую рань. Я ходил повидать Кейру пораньше. Не очень приятное зрелище, ха? Не говори так. Я не об этом. Ты ведь знаешь, что я имею в виду? Если кардиан вернется без лекарства? У нас мало времени, ха. Понадобилось много времени, чтобы осознать это, не так ли? Подбрось меня. Опять? А? Давай вот так вот пинком, ногой вот так. Давай я помогу. В смысле? Я тоже буду вороной теперь? Теперь я голубь? Нет, скорее всего, это не я. А, они решили посидеть на утёсе. Полежать, точнее даже. С Ирэй и я всё время смотрели на облака, лёжа на лугу. Мы шутили, указывая на те, которые были похожи на кого-то из наших знакомых. Половина из них выглядела как Вайкон, потому что у него пухлое лицо. Мне кажется, Вайкон это просто белое пушистое облачко. Для меня они все выглядят одинаково. Как такое может быть? Смотри, вот это прямо над нами выглядит как... Ладно, это тоже выглядит как Вайкон. Но вон то, рядом похоже на птицу. Птицу без крыльев, ты хотел сказать. У неё есть крылья, видишь те штуки по бокам? Эти маленькие дряблые штуки с трудом удержат несколько перьев, в лучшем случае. Очевидно, что это не должно быть так же отчётливо, как на рисунке. Что ты чувствуешь, когда летишь? Это чувство непрерывного падения. Падение? Но разве ты не чувствуешь себя свободной? Наверное. Может, однажды ты превратишься в маленького ребёнка, и я возьму тебя с собой, чтобы ты сам мог почувствовать это. Я бы предпочёл не рисковать, да. А то она его ещё выкинет. Возможно. Есть некоторые вещи, которых мне будет не хватать, если я излечусь. А? Если они вообще смогут найти лекарства. Ну, в какой-то степени, их суперспособности, это даже круто, но... В итоге, как бы, всё равно, да, все умирают в какой-то момент, но так у них есть суперспособности. Ну, ладно, я не знаю. Интересно, вернутся ли они вообще? Что случилось с твоим глупым оптимизмом? Я не знаю, просто... Увидев Кейру в таком состоянии, я просто надеюсь, что они успеют. Она выглядит такой оптимистичной, но... Находясь там совершенно одной, как она не чувствует себя одинокой? По крайней мере, теперь, когда мы вернулись, мы сможем остаться с ней сегодня вечером. Да. Ну да, Кейри очень одинокая, думаю. Она вообще ничего не делает, просто лежит. Отправляться в место, о котором лишь слышал? Ты уверен, что знаешь, что делаешь? Что-нибудь придумаем. Так или иначе, это наш единственный вариант. Тогда прежде, чем ты уйдешь, я бы хотела тебе рассказать кое-что. О, и это не то, о чем ты можешь подумать. И что же это? Это... Вероятно, последний раз, когда мы видимся, не так ли? Даже не думай так. Мы найдем выход, ты должна в это верить. Если ты сама не веришь, как же я смогу? Я верю в тебя. Весь брат был первым алхимиком Эрии, так? То, о чем я хотела тебе рассказать, я расскажу, когда ты вернешься, хорошо? Поэтому возвращайся скорее. Обязательно. Симптомы? Они действительно ушли. Теперь ты веришь мне? Полагаю, должен звениться перед тобой. У нас есть порции еще для двоих, как ты и просил. Благодарю тебя. Там нужна еще, кстати, третья порция. Потому что еще нужно для ревьё. О, а что насчет корабля? О, ну, короче, ладно, я не буду говорить на таком языке. Они уже, он уже готов. Тогда завтра утром мы отплываем. Ты еще восстанавливаешься. Несколько дней отдыха тебе бы не помешало. В этом нет необходимости. Я могу отдохнуть на корабле. Да будет так. Значит, завтра. Мы выполнили нашу часть сделки. Будем готовы выполнить свою, когда мы прибудем. То есть, он вылечился из квин... Ну, из квинтэссенции. Держись, Петл. Алден смог вылечиться из квинтэссенции. Глава восьмая. Ложь во спасение. Интересное название. И, как вы видите, уже зима. В квинтэссенции зима. У нас еще осень. То есть, есть лекарства от квинтэссенции. Но, они везут всего два экземпляра. Снежок пошел. И в итоге на ревьё. Или на кого-то из них, из двоих, не хватит. Ну, на Кейру точно хватит. Потому что, ну... Три месяца спустя. Ничего себе уже. Времечко пролетело. Незаметненько. Незаметненько. Снова здесь, ха? Ах. Ах. Как ревьё обычно говорит. Но, должна признать, здесь хороший вид. Они даже не надели шапки там, я не знаю. Зимой стоят просто в своей же одежде. Столько всего произошло в этом месте. О, боже. А-а-а! Иисус! Господи, Иисусе. Хочу уже зиму, реально. Ребята, это просто капец. Сейчас какой-то гигантский шмель просто... А-а-а! Он пытался... Он бился ко мне в окно. Я... Я просто в шоке сейчас закрыла окно. Просто в ужасе каком-то. Он прям так намеривался ко мне пропасть. Просто, не знаю, хотел убить меня. Шмель пытается меня убить. Хочу, когда уже холодно станет. И никто уж точно не будет биться мне в окно. Господи, я аж чуть... Ладно. Сывер здесь сырая, когда мы были ещё детьми. То есть они с детства друг друга знают. Это же прям вообще... До той ночи, когда я узнала о себе. Ты узнала во мне лишь потому, что я позволила. Если бы не Алден, ты могла бы действительно убить меня, ха? Конечно, почему нет? Действительно. Осторожно, не подходи так близко к краю. О, научилась уже, наконец-то. Не делай так. Мог бы уже и привыкнуть к этому. Давай возвращаться, становится холодно. Ах, давай возвращаться. Вон уже лёд везде. Это так прикольно. Мне даже нравится это. Хочу уже зиму. Зима это симпатичное такое время. Новый год. Всё такое. О, что это вы с конём нашим ходим? Хожу с пополю, с конём. О, вы здесь. Так рано закончил свои дела. Спасибо, что я должил лошадь, парень. Она мне очень помогла. А, без проблем. О, попади сюда. Я видел, как устанавливают зимнюю ярмарку. Ярмарка? Точно, это к северо-западу от города Гурав за горами. Понятно. Может, сходим позже, а? Ну что думаешь? Ярмарка? Я ни разу не была на ярмарке, поэтому, полагаю, можно сходить. Ты никогда раньше не была на ярмарке? Нет. Но я читала об этом, поэтому я знаю, что это такое. Как ты можешь знать о ярмарке, просто прочитав о ней? Ладно. Давай сначала позовём народ. Думаю, они тоже не откажутся сходить. Полагаю, только один человек не сможет пойти. А, Кейра. Всё в порядке, я останусь с Кейрой. То есть, ты не пойдёшь, а все пойдут? Что? Такие... Это что такое? А что? Он просто стоит и смотрит? Что? Странный какой-то волк. Я не знаю, я просто... Я в шоке сейчас. Шмели какие-то наглые стали. Они хотят сожрать людей уже. Атака, по-моему, пошла, ребят. Насекомые против человека. Я просто в шоке. Я очень боюсь, вот, не знаю, шмелей, ос и пчёл. Я не знаю почему. Очень боюсь насекомых. Прямо вот так убегаю всегда. Вообще, много чего я боюсь. Блин, биться вот так, где-то три раза он бился в окно. Как будто, блин, реально хотела пробиться. Я не знаю, что это такое. И мне страшно теперь. Ладно. Шмель пытается меня убить. Я отправлюсь к Кейри, а ты позови народ. Если я так и не приду, тогда просто оставайся с народом, и всё будет хорошо. Ты так говоришь, будто я могу потеряться, как маленький ребёнок. Просто будь осторожна. Ты не так хорошо знакома с местностью. В худшем случае, я просто могу прилететь назад. Я заскочу к Кейри до того, как мы пойдём, чтобы узнать, идёшь ли ты. Я заскочу, чтобы узнать, идёшь ли ты. То есть, я иду к Кейри или я иду к народу? Я не понял. Объясните. Пожалуйста. Пожалуйста. Зима, зимушка, зима. Зимушка, зима. Ну что ж, идём к Кейри. Посмотрим, что она нам припасёт. Припасла сегодня. Может, гостиницы какие? Ладно. О! Всё-таки этот волк был не просто волком, который стоял. Смотрел. Это какой-то... Походу, это тот вор, мне кажется. Это тот вор всё-таки. Он нас нашёл. Он решил, видимо, он не знаю, может отомстить. Или типа того. А может помочь. Кто его знает? Тут персонажи очень непредсказуемые. Тут не можно предугадать, что будет. Реально. Но в твоём состоянии... Всё в порядке. Я знаю своё тело. Ну? Кейра тоже хочет пойти. Если это не доставит много хлопот. Речь не об этом. Просто в твоём слабом состоянии... Так, возьмёшь её? Что на... Просто сделай это. Just do it. Ревьёт, just do it. Ну, если ты чувствуешь, что справишься, Кейра... Спасибо тебе. Вам обоим. Тогда пойду расскажу народу об этом. О, и кто-то должен сообщить людям города Гурав. Ты же можешь быстро туда добраться, если пойтишь, так? Почему мы должны беспокоиться об этом? Это не наше дело, придут они или нет. И всё же, чем больше, тем веселее. Ведь так? Остальным нужно время, чтобы добраться туда. Поэтому пока мы будем идти, ты можешь делать это. Всё, ещё пустая трата времени для меня. Ну, ладно. Отлично, я пойду скажу народу прийти и помочь мне с Кейрой. Встретимся на ярмарке. А-а-а. Значит, теперь я играю за Лунею. А.К. Сырая. А.К. А.К. Ворона. А.К. Фик его знает ещё. Почему я не могу превратиться? Ладно. Видимо, это только в лесу. Девять часов уже играем. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом я закончу эту серию. Если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Продолжение вас следует. Продолжение будет. Продолжение есть. Мы уже на восьмой главе. Осталось всего четыре главы, ну, вместе с восьмой. Всё. Это, кстати, уже всё, можно сказать. Конец игры в какой-то степени. С вами Лаварская свинья. Всем удачи, хорошего настроения и пока!